шаббат шалом ребята сегодня с вами глеб и вся наша команда я вижу как вы с нетерпением ждете начала и мы начинаем но сначала давайте помолимся господи спасибо тебе за этот шаббат за то что ты даешь нам возможность собираться здесь и проводить его вместе аминь шаббат шалом дорогой друг привет мы снова с тобой и сегодня суббота а значит время наших мастер-классов давай начинать давайте приступим к изучению танца ножки на уровне плеч ручки в кулачках делаем раз два три 4 5 6 7 8 1 2 3 4 дальше движение с правой ножки шаг шаг назад шаг руки поднимаем в сторону то же самое влево вперед назад вперед влево ускоряемся вперед назад вперед лево вперед назад и так делаем еще четыре раза раз два три 4 5 6 7 8 1 2 3 4 не забываем улыбаться 7 8 дальше проводим руки по низу раз медленно 2 3 4 5 6 7 8 дальше делаем шаг с клопком раз два три 4 5 6 и поднимаем руки через стороны 8 дальше вперед шаг делаем 1 2 3 4 5 6 7 8 сторону хлопок в сторону хлопок повернулись и повторяем еще раз раз два три 4 5 6 7 8 сторону хлопок 3 4 повернулись 5 6 7 8 а теперь попробуем под музыку ну что ж мы сегодня выучили первый сайт часть танца не забывай повторять ее дома и до встречи в следующий шаббат late road привет ребята и с вами сегодня давид сегодня мы продолжим наше путешествие по библии и вспомним об иакове иаков получил благословение от отца и сбежал от разгневанного брата куда же путь держит наш герой иаков иаков шел в месопотамию в город хоран к родному дяди лавану это был очень трудный и долгий путь ему предстояло пройти 850 километров он шел по пустыне и каменистой местности где не было уютных мест для отдыха и ночлега приближалась ночь иаков решил отдохнуть хоть немного поспать он положил голову на камень и увидел во сне вот лестница стоит на земле а верхи и касается небо и вот ангелы божьи восходят и нисходят по ней и вот господь стоит на ней и говорит я господь бог авраама отца твоего и бог исаака землю на которой ты лежишь и отдам тебе и потомству твоему и будет потомство твое как песок земной и распространишься к морю и к востоку и к северу и к полудню и благословятся в тебе всеми не твоем все племена земные и вот я с тобой и сохраню тебя везде куда не пойдешь и возвращу тебя всю землю ибо я не оставлю доколе не исполнится того что я сказал тебе иаков пробудился от сна своего и сказал истинно господь присутствует на месте этом а я и не знал и убоялся и сказал как страшно это место и но иное что как дом божий это врата небесные и встал и а кафра на утром и взял камень который он положил себе изголовьем и поставил его памятником и возлил елей наверх его иаков поставил памятник на месте где впервые встретился с богом так близко что устрашился его назвал иаков то место вифиль что означает дом божий с надеждой на божье обетование иаков продолжил свой путь и наконец достиг страны где когда-то жила ревека его мама и тут он увидел в поле колодец возле которого расположились пастухи со всеми стадами овец устье колодца закрывал большой тяжелый камень когда стадо собирались на водопой пастухи с пастухи совместными усилиями отваливали этот камень и напоив скот возвращали его на место иаков подошел колодцу и спросил у пастухов братья мои откуда вы они ответили ему мы из хорана можно себе представить как обрадовался иаков когда узнал что они из того города в который он шел знаете ли вы лавана спросил иаков знаем ответили они вот рахиль до чего идет с овцами по склону горы спускалась девушка введя за собой стадо своего отца как только он увидел ее подошел колодцу и сам без чьей-либо помощи отворил огромный камень чтобы поскорее напоить овец лавана брата матери своей напоив стадо овец иаков подошел к рахиле заливая слезами он объяснил ей что он брат ее сын ревеке рахиль тут же побежала и рассказала обо всем отцу лаван услышав обуякове сам поторопился встретить его обняв и поцеловав его племянника он повел его к себе в дом где яков рассказал лавану обо всем что с ним случилось и остался яков жить у лавана после того как иаков прожил у лавана месяц лава лаван сказал ему неужели ты даром будешь служить ним потому что ты родственник скажи мне что заплатить тебе это мы можем прочитать в книге берешит или бытие 29 глава 15 стих дальше библия нам говорит что у лавана было две дочери ли я старшая арахиль младшая яков очень полюбил рахель тогда яков и говорит готов тебе служить за рахель 7 лет отдай мне ее в жены и дядя лаван согласился хорошо чем за чужого кого-то отдавать отдам за тебя прошло семь лет а для якова они пролетели незаметно так сильно он любил рахель и сказала кого лавану дай жену мне мою потому что прошло уже семь лет но лаван вместо долгожданной рахили отдал старшую дочь лию яков был глубоко возмущен такой нечестностью яков сказал лавану что это ты сделал со мною не за рахили я служил у тебя зачем ты обманул меня лаван сказал в нашем месте так не делают чтобы младшую выдавать прежде старший потом дадим тебе и рахиль но за нее ты будешь служить у меня еще семь лет чтобы получить рахель в жены он должен работать еще семь лет у лавана вы представляете первое время якову хорошо жилось у лавана но это продолжалось недолго благополучие и божие благословение которое было на иакове раздражало сыновей лавана они враждебно относились к нему видя что его богатство увеличивается и увеличивается совместная жизнь становилась еще тяжелее и в это время господь повелел иакову вернуться в хана и так наш герой иаков возвращается домой тяжелые мысли одолевают его что ждет его в родном краю ведь и сав его брат обещал что убьет его все тяжелее становилось у иакова на сердце наконец он решил что самое лучшее это послать к саву вестников и сообщить о своем возвращении через несколько дней вестники возвратились и сказали и сав идет навстречу тебе и с ним 400 человек что же теперь будет и сав идет и иаковом обладел страх почему иаков так боялся расплата вот что страшила иакова услышав устрашающую весть о том что и сав идет навстречу иаков обращается в молитве к богу недостойнее всех милостей и всех благодеяний которые ты сотворил рабу твоему избавь меня от руки брата моего от руки и сава ибо я боюсь его чтобы он придя не убил меня матери с детьми эти ребята написано в книге берешит или бытие в главе 32 иаков провел в молитве всю ночь он хорошо понимал что не может защищать себя и свою семью и что все может кончиться очень плохо поутру он послал брату подарки разделил семью на два стана переправив их через реку а сам остался на этой стороне ночью к нему пришел некто и стал бороться с ним он хотел побороть иакова но иаков не сдавался и тогда случилось необычное некто коснулся сустава бедра иакова и повредил его после этого яков не мог больше бороться и защищать себя а как только мог крепко держаться за того с кем боролся иаков сказал не отпущу тебя пока не благословишь меня и сказал как имя твое он сказал иаков и сказал отныне имя твое будет не иаков а израиль ибо ты боролся с богом а человеков одолевать будешь так говорит нам библия все в той же 32 главе бог изменил его имя с иакова на израиль один из еврейских переводов говорит что имя израиль означает всевышний будет правителем мира насколько сильно бог любит свой народ что его народ израильтяне носят имя бог правитель мира так что же было дальше когда исафф приблизился иаков в смирении вышел навстречу брату и поклонился ему бог действовал в сердце исава в ответ на молитву брата и бог все устроил благополучно встретившись братья сердечно обнялись и оба расплакались теперь иаков понимал как важно полностью доверять богу на этом наше путешествие не заканчивается следующий шаббат мы расскажем вам историю такую же интересную пока пока шаббат шалом какая поучительная история не правда ли ребят сколько событий произошло с иаковым какой чудесный сон он увидел с лестницей и ангелами я бы тоже хотел увидеть такой сон все что бог говорил в этом с ней иакову все исполнил друзья если бог обещает то он обязательно это сделает мы видим это когда иаков жил лавана иаков стал богаче чем сыновья лавана и в дальнейшем его пути бог всегда был с ним рядом и так друзья если у вас есть мечта не начинайте с обмана как иаков иначе вас тоже будут обманывать как написано в писании что он посеет человек то и пожнет но если все-таки это случилось обязательно попросите бога помочь вам все исправить не бойтесь и обязательно примиритесь с тем с кем вы ссорен и бог обязательно вам поможет всем привет дорогие ребята сегодня будем делать поделку о том как иаков приснился в сон лестница с ангелами для этого нам понадобятся ножницы степлер и пломастеры а также нам понадобятся ангелы вы можете их либо распечатать либо нарисовать и вырезать гранится с синяя синий картон и белый картон половинка для того чтобы сделать весело ну чтож начинаем синий картон наслаживаем пополам и делаем вот такая вот у нас получается лестница сейчас мы возьмем степлер и припеклим и также мы это делаем снизу вот такая вот лестница у нас получилась уверена у вас тоже хорошо хорошо теперь мы берем клей и приклеиваем наших ангелочков но для начала давайте их разрисуем чтобы они не сливались с резницами и Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая получилась у меня проделка Уверена, у вас тоже очень хорошо получилось Смотрите, что делали ее со мной Присылайте вашу работу в группу Viber До новых встреч! Привет, ребята! Это снова я, Эмиль А это снова любимая ваша викторина На вопрос прошлой викторины ответила Ева Ева, поздравляем тебя! Теперь наши вопросы Ну что, готовы? Первый вопрос Что увидел Иаков в первом сне? Ангелов на облаке, животных на лестнице или лестницу неба с ангелами? Второй вопрос Кого первым встретил Иаков возле колодца? Дядю Лавана, Рахиль или пастухов? Третий вопрос Как звали девушку, которую сильно полюбил Иаков? Лея, Ревека или Рахиль? И четвертый, последний вопрос Как обманул дядя Лавана Иакова? Не заплатил ему деньги за работу? Отдал в жены старшую дочь вместо любимой младшей? Или пообещал ему стадо овец и не отдал? Ну все, на этом викторина закончилась Если тебе нравятся наши выпуски Не забывай делиться им со своими друзьями И не забывай, что ты можешь получить за правильные ответы подарок Ну все, пока! Ребята, нам понравилось сегодня быть вместе с вами И танцевать, и слушать урок, и делать поделку Мы верим, что у вас все получилось даже лучше, чем у нас Пишите нам ответы на викторину Высылайте фото поделок И ждем от ваших комментариев До скорой встречи в следующую субботу Шаббат шалом! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok